Сейчас внимание всего мира приковано к американским выборам. Там заразворачиваются удивительные события. И все думают, кто подойдет, Трамп или Байден. И от этого, конечно, очень много зависит. Но боюсь, что результат будет парадоксальным. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитко и Юрий. Конечно, мы хотим, чтобы победил Трамп. И у него есть, кажется, шансы победить. Несмотря на то, что все опросы говорили, что победит Байден. Но неожиданно. Ну, просто они все колеблющиеся штаты приписывали Байдену. Но неожиданно для всех Трамп вдруг начал набирать массово голоса колеблющихся штатов. И вот сейчас, до сих пор, сегодня, вчера прошли... Стоп, не вчера, позавчера прошли выборы. Сейчас идет подсчет голосов. Сейчас осталось три... Нет, четыре штата, которых не подсчитаны голоса. Один из них, Невада, судя по всему, отойдет Байдену. Ну, и есть еще три штата, которые не подсчитаны. Они сейчас... Там сейчас преимущество Трампа, но оно тает. Еще вчера я наблюдал, короче говоря, штат очень большой, Пенсильвания. Там больше всего количество населения. А у них зависит от количества населения штата, количество выборщиков. Так вот, в Пенсильвании сначала у Трампа было преимущество 15%. Ну, было посчитано совсем мало... Ну, число голосов. Потом, значит, это преимущество Трампа стало таять. Было очень долго 9,8% преимущество Трампа. Потом 7%. Сегодня с утра это преимущество сократилось до 3%. И еще очень много голосов не посчитано. Ну, и в Джорджии и Северной Каролине там преимущество Трампа сохраняется, но оно небольшое. В Северной Каролине 1,4% держится уже второй день. А в Джорджии 0,9%. Тоже не так много. Байдену после Невады... Ну, только один штат, если будет. Ну, если будет на самом деле Пенсильвания, то однозначно победа Байдена. И вроде бы. Но, каков исход выборов? Трамп сразу сказал, что он оспорит это дело, потому что по почте там бардак, вбросы и так далее. То есть, ни завтра, ни послезавтра мы не узнаем, кто президент Америки. И боюсь, что даже до Нового года мы не будем точно знать, потому что будут разбирательства. То есть, выборы состоялись, но результат ждать долго. И еще долго рынки будут находиться в состоянии неопределенности. Там будут волнения, там будут столкновения, скорее всего. Что ждать нам? Но, смотрите, Трамп обещает традиционно, что он будет поднимать фондовый рынок. Он его поднимал усиленно. Он говорил, что ребята, голосуйте за меня, и фондовый рынок будет расти. Но это раздувание пузыря, на самом деле, в основном. Каким образом поднимается фондовый рынок? Ну, ослабляется доллар и печатаются доллары, что тоже ведет к ослаблению доллара. И, в общем-то, надувается фондовый рынок. Несмотря на плохую ситуацию в экономике, несмотря на коронавирус, фондовый рынок в последнее время рос. И, на самом деле, сейчас в экономике принята доктрина о том, что при любой ситуации надо печатать деньги. И просто баблом заливают все кризисы, что и происходит. И поэтому, смотрите, в чем отличие. Трамп говорит, надо напечатать доллары и на фондовый рынок их направить. То есть выкупать обязательства, выкупать ценные бумаги на фондовом рынке, тем самым его поддерживать. То есть демократы говорят примерно то же самое, но они говорят, что надо напечатать еще больше денег. И тоже раздать их на фондовый рынок, раздать вообще всем, раздать всем компаниям и раздать людям. И почему до сих пор еще не напечатали и не раздали, потому что Трамп категорически возражает. Потому что демократы говорят, что почти половину из напечатанных денег надо отдать штатам депрессивным, которые пострадали больше всего, типа, ну, короче говоря, тем штатам, которыми управляют губернаторы-демократы. Вот, ну, естественно, Трамп на это никогда не согласится, поэтому вот у них такие споры. Как распределить напечатанные деньги? Исключительно. Вот, но что однозначно, что в любом случае деньги будут напечатаны и в любом случае деньги раздадут. И в любом случае это приведет к росту фондового рынка. Но в случае Байдена рост фондового рынка будет не такой серьезный, он будет ограниченный, потому что часть денег уйдет в рост цен все-таки. Потому что, ну, раздать деньги депрессивным штатам, это, конечно, хорошая идея. То есть поддержать тех, кто плохо работает, а тех, кто хорошо работает, Байден предлагает наказать. То есть он предлагает крупной корпорации отменить все налоговые послабления, которые вел Трамп, когда пришел к власти. Вот, собственно говоря, какая ситуация. Ну, что ждешь от фондового рынка? В случае Байдена, я думаю, что будет коррекция некоторая. И Байден не будет такое большое внимание уделять фондовым рынкам, с одной стороны. Но, с другой стороны, Байден будет международные какие-то вопросы более активно решать, более активно вмешиваться в международные дела и более активно насаждать американский образ жизни. То есть, ну, демократы говорят, что демократия – это самая лучшая система в мире. А те, кто не согласны строить демократию, тем надо дать по башке. Вот. Ну, или, ну, скажем, как с Каддафи, например, уничтожить руководителя. Или как в Ираке там, значит. Значит, почему-то больше всего у них получается, что демократия нарушается. Принципы демократии нарушаются именно в тех странах, которые богаты нефтью, за исключением Саудовской Аравии. Потому что в Саудовской Аравии демократии нет, конечно, но зато они покупают американское оружие. В общем, я вижу в этом некое лицемерие. Вот. А в Бирме, например, в которой нет нефти и нарушаются права человека, в общем-то, ну, плевать на них, собственно говоря. Подумаешь, там, сто тысяч человек смыл от наводнения. Ничего страшного. Вот. Ну, как бы, я вижу в этом некое лицемерие со стороны Америки и демократов в том числе. Но что будет? Смотрите, Трамп, чистый прагматик, он говорит, что деньги американские уходят в Китай, это правда. Вот. То есть есть торговый дисбаланс, и Трамп развязал торговую войну с Китаем. Вот я думаю, что демократы в этом смысле продолжат дело, начатое Трампом. И, ну, может быть, не так рьяно. Трамп начал выходить из всех международных договоров. Тут, я думаю, что, ну, демократы этот процесс, может быть, замедлят как-то, но его точно не остановят. Вот. Трамп собирался даже выйти из НАТО, потому что он говорит, что европейские страны плохо платят, и зачем он их будет содержать. То есть Трамп прагматик, а демократы будут поддерживать демократию во всем мире. И, может быть, европейцам, может быть, станет лучше, но китайцам вряд ли. Нам, ну, Байден прямо сказал, что Россия – это империя зла и так далее. То есть нам ничего хорошего не светит. Он обещал наматские санкции, но все санкции уже введены, и, в общем, дальше-то уже особо и некуда. Поэтому, в общем, мне кажется, нам будет пофигу. Вот. А что касается рынков, то накануне и в последние дни, вчера в частности, индекс S&P пошел резко вверх. Ну, потому что Трамп набирал гораздо больше очков, чем ожидалось. Вот. Ну, при любом исходе, в принципе, деньги будут напечатаны. Но вот боюсь, что все пойдет по третьему сценарию, когда исхода не будет еще очень долго и будут волнения. И боюсь, что нас ждет, в общем, так сказать, такой же резкий обвал. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, что это произойдет не сегодня, сегодня четверг. Вчера был выходной день, и на рынке ничего нельзя можно сделать. А сегодня четверг, и сегодня день экспирации по индексу РТС. Боюсь, что у меня будут убытки, потому что я настроен на падение индекса РТС, на падение всех индексов. А они, скорее всего, вырастут в моменте. Но через пару дней все должно рухнуть по моим расчетам. Посмотрим, что будет, прав я или нет. Но тем, кто смотрит на доллар, думаю, что прямо сегодня доллар упадет к рублю. Рубль укрепится. Ну, вот как-то так. Почему? Я так думаю. Ну, во-первых, нефть выросла в цене, аж до 41. Это сильный рост. Во-вторых, индекс S&P 500 растет. И это значит, что люди поверили в фондовый рынок, люди поверили в рискованные активы, в акции и будут вкладывать. Вот такие мои предположения. То есть, прямо сегодня, скорее всего, доллар упадет к рублю. А что дальше будет? Ну, трудно сказать. Ну, я не думаю, что доллар, некоторые кричат, доллар к январю будет стоить там 100-120 рублей. Ну, ребята, ну чушь это. Не надо грозить такую чушь. Не будет он столько стоить. Он будет топтаться на месте, скорее всего. На сегодня все. Оставайтесь со мной. И сейчас вот я иду по лесу, набираю сил, потому что биржа еще не открылась. А у нас в ночи отключился свет. Я с утра заводил генератор. Так что очень напряженный будет день. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok